привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга и эта игра черная книга итак друзья мы вернулись из подводного царства снова в дом дедушки егора и пора заняться немножечко нашими делами у нас тут целый пистень с чертями и все они вернулись с заданий вернулся наш вильгард посмотрим принес он какую траву не принес никакую траву и с двух бессмысленных работ тоже черти наши вернулись ну что ж 26 грехов у нас набралось и ничего мы еще не сняли так отправляем самых вредоносных чертей две порчи в начале сражения вредоносный черт траву не несет но может быть его куда-то отправить там где у нас поменьше грехов то так здесь навести порчено посева много грехов извести суседок два греха и греха извести суседок сесть грыжа 4 кого загрыжу много грехов проливные дождя чушь так долго то так много грехов то за проливные дожди нахуй поссорить не так дорого вырасти кило всегда дорого и навести обман на девушку обмануть что ли девушку два греха елки с палками два дня какое у нас самое малогрешное дело здесь один день и два греха из два дня два греха два дня два дня три один день 4 три дня два греха вот давайте-ка мы посмотрим это сделать с лошадью прямой посмотрим кого мы сюда отправим из вредоносных то на три дня то тебя так один грех и зараза два греха три дня четыре греха три дня три дня два греха и травы и зараза вот тебя надо отправлять конечно много ты не даешь грехов так тебя можно вообще оставить вернее предыдущего можно тебя отправить давай тебя отправим иди так теперь ты у нас пойдешь на бессмысленную работу я никуда не пристроить иди чем мы тебя взяли этого 13 брата теперь что у нас тут еще такое не сильно грешная и много дней занимает этот все по одному дню делает очень скоростной черт ну вот тебя надо куда-то пристраивать 322 дня один день один день два дня один день кучи грехов черт возьми так что там с этой девушка кто еще у нас так ты вообще 4 здесь делаешь и один да и два дня так отправляйся теперь тебя мы можем потерпеть матвеем так а вот себя или тебя или тебя минус один к словам с уроном довольно сильная тоже но хуже наверно минус 4 здоровья давай-ка мы тебя отправим вот сюда вот вот 65 сразу нас так ты слова урона и слова защиты вот эти вот оба черта которые нам тут принципе портит портят все никуда ты их особо не отправишь чтобы они нам мало грехов принесли и и 311 на один день а ты аж 4 предоносный черт так ладно друзья не будем копаться оставим мы вредоносного черта и того и другого попробуем как-то справиться вот с такими нашими дебафами как сказать распределимых ну и у нас есть кто-то из спросителей у батюшка бог помощь егор его лампович василиса здорово ты ж зарёкся в избуд мою ходить бог бы дал бы к не пришел бы страшно у тебя как по лесу иду к избе так и чую бесяков глаза исчащие сверкают так нужда привела кроме вас то не поможет никто что случилось то убить кого ой господи помилуй не в этот раз по крайней мере не человека в кладбищенской часовенке нашли корову которая пропала уже с пару месяцев я помню ту корову то мы ее отведать и не смогли ну хорошо что нашлась то хорошо то хорошо только мертвые ее нашли страх какой я слышала в последнее время чудить в той часовне стала а ты мне запрещал нечистого прогонять теперь не будешь про суеверия шарманку заводить так чё тут скажешь был неправ егор его лампович ты уж помоги я ну буду вас в церкви своей ждать думаю стоит нам осмотреть эту корову чё ты не добрый у меня предчувствие ох ох так ну чтож отложить вильгард давай вильгард будем собираться почему же мы будем откладывать мы не будем друзья с вами ничего откладывать поэтому собираться мы будем давайте посмотрим черную книгу для начала прежде чем у путь-то собираться что у нас там появилась у нас с глаз всем противником вот что появилась так ахата снижает урон на один это подобное у нас по-моему есть но это замки до урон один было ну наверно можно убрать потому что единицу здоровья она добавляет она вообще ни к чему лучше вот это вот поставить вот таким образом карта подожди а у нас только что было все другое михайловская ярмарка вильгард вильгардское кладбище ага то есть мы пока что идем по заданию нашего священника ну пошли огород у избы какой-то шум у нашей избы уж не тот ли не чистый пробрался с кладбища а ну-ка егоровы черти вертятся на заднем дворе спорят и гомонят как стая сорок вы замечаете что одни бесы мажут редьку сажей а другие счищают ее наперегонки хе-хе ну-ка заметив вашу заинтересованность в бесах дед егор рассказывает вам о былом споре по его словам ученый черт лучше трех не ученых а ну-ка что за быличка а еще было сошлись два колдуна стали решать кто сильнее оба обратили белую редьку в черную один из них не смог из черной редьки обратно сделать белую так победивший заставил своего соперника тут же и сожрать без соли со шкуркой а редька вся в земле вот и стал главным в деревне хе-хе забава у вас однако забава у вас однако дядьки ярмарка а подожди еще рано Михайловская росты так были мы на той Михайловской ростыне ох были и не раз много-много раз мы были на той ростыне холодная ночь наполнена сотнями звуков бесы и лесные черти пролетают под разлапистыми еловыми ветвями совы охотятся на юрких палевок примогильные травы что-то шепчут из-под угрюмых силуэтов голпцов Михайловской ростыни дед Егор останавливается и склонившись разглядывает что-то на сухой земле смотри-ка сколько уж прошло а след остался от круг твоего интересно может и от моего остался того когда я колпак отбирал сколько тут их начерчено то было за века грехов то грехов вот ты думаешь зачем нам иконы с церквами грехов у меня христа задавить думаешь колдунам их износить удастся говорят нет спасения еретникам верно верно говорят я так думаю на то нам и дают бесей чтоб мы ими заправлять учились а церква и икона это так чтобы народ не пугать может и мне с ученицей тут круг придется чертить это уж как бог даст так ну ладно давайте заглянем на ярмарку несмотря на поздний час торговля продолжается и вы еще можете успеть купить что-то в дорогу чего тут не только не продают и сахарные пряники и колдовские амулеты товары на любой вкус и кошелек так травница книжник-коробейник давай как травница сначала и скупаем ну просто все что только можно все что только видим о на все мне денег не хватит ну скупаем адамову голову а их всего-то две колючку скупаем устанавливает 4 в начале хода а к себе 3 в начале хода игнорируя броню хорошая вещь берем всю так это что-то новенькое припутник если игрок умирает он возвращается к жизни если игрок умирает мы перезагружаем игру поэтому не берем так супу рыжки зачаровать поглощает следующий негативный статус хорошая вещь берем так противник выбирается целью случайно у меня есть и на самом деле он очень странно работает количество ключей увеличивает хорошая вещь безумных денег так восстановить 20 уже стоит безумных денег а это что восстановить 2 наверное нет разрыв трава это просто необходимая вещь и терочка защита пока наверно нет это тоже так себе 2 так бессмертная трава на шутистских растет бессмертник до 20 счетов личная вещь так что за стак собачий гриб 10 урона все три урона всем противником как дешево берем так а это урон на противника а это 5 ровно противник так был у меня такой гриб снимает положительный статус противника боровяк елки с палками все сейчас растратим а что делать глаз знает есть у меня еще такая можно взять шестерку всего стоит на здоровье давай 6 копеек чего-чего к не взять так поганочки у меня есть вещь неплохая ну да ладно так уходим давай-ка заглянем коробей не поле проживешь ты с ним стали он не есть не пить не просит а врага просто волосе так вот несколько купить я ему хочу сколько продать уступка мне уже не нужно топор мне точно не нужен русалочи гребен пока что не буду я продавать свечи убираем так это пока не продаю так что у тебя есть дружочек это то что мы тебя продали о боже мы позволяют увидеть карты противника два раза за партию позволяет заменить одну карту на козырную а стоит сколько стойкость от статуса шипы но восстанавливает два раза больше здоровья но опять же это подожди упырь а у меня разве а вот у меня упырь два здоровья а это восстанавливает 4 здоровья три здоровья может мне эту продать эту купе а у меня денег на нее нету я смотрю мне вообще ни на что нету денег а иерусалимская вода но опять же только шанс а это что такое увеличивает количество получаемых на 2 а зачем мне грехи то увеличивать то есть она словам добавляет ну и грехи увеличивает ребро грешника платочек так мутов к этому видели сражение молитва увеличивается в начале хода такое себе если можно было как-то больше вообще всех этих вещей с собой носить но нет у нас только всего 6 поэтому в принципе я могу даже еще что-то продать благословение 4 все что в палец рогузская покупала складности сорока не буду пока им ничего продавать оставим как есть можно заглянуть к лежит у просто для галочки как говорится не есть безумие ну все это нам и так попадалось поэтому отправляемся дальше где же мне денешься кто под заработать 100 поехали вильгард нужно зайти к батюшке расспросить его подробнее про случай этот ох вася егор евлампович прибыли я уже не знаю что и делать все молитвы перечитал таких страхов то давно у нас не было и кто ж животиной такое устроил изверг какой-то так и лежит у алтаря что это за напасть то на наш уезд что за сатана прости господи где часовня то в которой коровы удавили так на кладбище церковном там уже до того что-то стучало до скрипло как будто из-под земли звук слышали поэтому и реже народ туда ходить стал что-то еще необычное замечали да вот боятся идти к кладбищу то блазнит так уж много кто и к вам собирался по этот случай да я уверен что вы скоро будете ну ладно тогда за дело хорошо посмотрим что там за окаянные у вас а ты из-за кромов церковных пока оплату сибири хорошо егор его лампович вы уж на этот счет не сомневает егор его лампович нам бы грехи бы списать так штук 20 хотя бы вильгортское кладбище на этом кладбище всех вильгортских хоронят раньше людей а теперь и скотина там умерла так ну вот друзья мои пропускать мы ничего не собираемся мы собираемся отправиться за травкой он вижу еще одна лын трава с глаз на противника в небо дамову голову он тут какие-то птичьи лапки следы какие-то а вот еще травка берег есть еще что мы побегаем я вижу-вижу естественно вижу все эти отметочки не 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 васька пока туда не ходи пожалуй все это я подумал по поводу своим своей котом очки своих вещей так это то что мы нашли нет пожалуй так все и оставлю так могила тут вильгортские схоронены почти все ничего скоро ему не нужно могилка будет а ты про своего суженого ряженого страшное дело василисты задумала вытаскивать лучше следов не могу их осмотреть но они видны так войти часовня старая какая часовня видать редкого не бывают стены прохудились дожди я еще где-то что-то видела нет но как так почему я не вижу эти следов то или мне чего-то не хватает явно следы отшли просто так но не кажется не кажется нам их ох елки с палками ничего себе а вот и следы птичьи кровавые веревка тут старые веревки крови на них нет так наверное надо с дедом поговорить сначала господи иисусе о ничего тебе на страх этот смотреть я скотина и займусь а ты пока вокруг поищи попробуй найти подсказку что за нечистый тут обнаружился так ну вот если дочки то у нас а ну-ка дай-ка глянем все равно на корову страх какой кто это коровушка так изувечил то очевидно жертва очередная какая-то ну я выловлю этого черта да задам ему так а вот еще что-то иконостас праве на иконах коровья кровь долго этой часовне сторониться будут ну да после такого-то после такого-то где наш этот потейка да он был так нужен он сняли икону окну все 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 василиса да выходишь ты оттуда в господи так следы вы замечаете странные кровавые следы будто птичьи отпечатки смешались человеческими давай деду скажу осмотрелась осмотрелась уже вот вот тут нашла следы какие-то ага птичьи нечистый шьет иголкой без ушка думаешь что это не птица никакая а кости на ногах обломанные а корову осмотрел ее зубами и когтями разорвал нечистый это понятно но вот еще нам подсказка железная стружка в коровьих костях ух не нравится мне все это вася давай-ка попробуем старый след открыть погоди-ка я у твоих находок пошепчу дед егор произносит несколько заговоров и на земле появляются птичьи следы ведущие от растерзанного животного куда-то вглубь вильгардского кладбища ну мы видели уже нему пойдем у меня еще на медни в ухе и спела не к добру это находка будет ух они аж горят аж горят эти следы то птичьи все больше ничего мы тут смотреть не можем веревка веревка себе ими давно давно не пользовались но еще крепкие ну и сюда ладно так саван вы находите окровавленный лоскут савана берете его в руки и он рассыпается в прах словно лежал тут десятки лет батюшки 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 так глубь кладбище или давай где-то вернемся и скажем что этот саван нашли нет ой 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 нечистый что творит то куда следы доведут пойдем василиса пошли ну куда они ведут мне честно говоря они все-таки вглубь кладбища не сюда да потому что как если бы то птички были то понятно что они сюда ведут но похоже нет похоже нет позже нам туда ну а что делать друзья дамы озабоченные травой вот обо как это лучше всяких карт помощь деревья возле разломанной домовины замерли в трепещущей тишине вы заглядываете внутрь черный провал ведет глубоко под землю на кресте полустертое имя прокопий так истинка вы придерживаете пошатнувшегося деда и горы мал был еще неопытен плохо обезвредил вышел на свободу еретник проклятый я еще у коровы догадался у нашей семьи то такая же была давным-давно это он мне гостиниц оставил ничего ничего мы его обратно в гроб загоним не зря я училась дедушка вместе справимся я веревку в церкви видела нужно спуститься в его логово это тот самый прокопий о котором нам раз говорил дед егор рассказывал так что давайте почитаем душа колдана отсягущена грехами поэтому он не может подняться на небо для облегчения участи над покойником разбивают потолок и крышу подрубают матрицу от как открывают печь но даже тогда грешная душа не может перейти границу между мирами для этого мертвецу вбивают в сердце осиновый кол или дробят хребет между третьими четвертыми позвонками делалось это чтобы колдун не вернулся и не продолжил чинить зло людям а теперь то а теперь то окно что возвращаться наверно все пошли скаемся о вот он прокопий то а мы с дедом егором да прокопий ахаха егорка вот и свиделись что это ты пришел уж не жертву ли учителю оставить гляди-ка какая черноволосая белая да смелая эх башку ся ну сюда веди а сам давай помалживай отсюда какая я тебе жертва ты нас плохо знаешь окаянный нет девка это ты нас плохо знаешь да я гордо не зря я тебя учил ведь ты такой же как и я так а ну-ка давай-ка рассказывай что значит такой же говоришь похожего с дедом не смей нас сравнивать прокопий о ну нет ты ж у нас добрячок егорка добряк а не ты ли чертей послал убить меня во сне не забрал ли ты потом моих песок ой а это не они у тебя на плече я не убивал детей это правда но нет ли за тобой других грехов что за палка у тебя пушки из того же рога что и мой боток стародавний но что я слышу кажется голос моего старого беса о не неужели окаянный мне все поведал ох что они тебе шептать егорка что не советовали в конце твоей никчемной жизни как ты тут жил все эти годы это то это то что нас интересует не знал как меня подбить да теперь поздно долго я не мог выбраться из домовины твой святоши знал свои молитвы не то что ты но ничего не расстраивайся ты хорошо пошел вон какой потопный стал смотреть то кажется я-то получше устроился уже лет тридцать не старею ну да больше некуда просто разве не призор на них смотреть ну уж хорома у тебя как ты тут все выстроил очень просто жубы и когти со временем железными стали а с таким инструментом работа спориться правда зубов мало и на мою и стерлась на домовине так и молитвы перестали меня скалывать не смешно ли жгинешь со своей девкой в моей же могиле так ну что ж друзья довольно и в бой хватит разговоров нечистый тогда я не знал как тебя изничтожить а теперь знаю тебе не одолеть двух колдунов прокопий я не зря ждал этой встречи 40 лет ох сейчас помощничков не вас призовет вам предстоит сражение с таким же колдуном как и вы колдуны тоже плетут заговоры из нескольких слов первым ходит тот кто составил заговор из меньшего количества слов без учета крепких слов и жестов таким образом вражеский колдун может прочесть заклинания раньше вас вам необходимо решить прочитать длинный заговор после врага или же более слабый короткий но раньше него о это будет непросто это будет непросто количество ходов до завершения битвы если вы не успеете уничтожить всю нечисть то проиграете это опять какое-то новое правило друзья так сейчас тогда я сделаю небольшой перерывчик выпью кофейку мы с вами продолжим с вами мы увидимся буквально через пару секунд так ну что ж приступим насколько я вижу травы нельзя использовать во время сражения головоломки а мы набрали так дедушка игор у нас снижает урон и я так понимаю что черный урон это на 6 да и еще один черный урон черная акила 6 и 6 окно него щиты 33 и полностью поглощает от атак противника без головы можно себя использовать наверное так здесь увеличивает порчу в начале хода порчи насколько я помню у нас так 10 а нам наносит жертва 1 жертва 1 складная жертва еще один то есть на все это урон наносит ох 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 подожди если мы так поставим сколько мы урона нанесем 20 да то есть моему даже щиты не снимем смысла в этом нету никакого никакого вообще потому что его щиты так или иначе пропадут так увеличивает порчу в начале хода предположим просто порчу положено него на складные слова так r заговор то у нас получается большой а вот нужно она мне думаю что нет давай-ка возьмем вот так и два ключа так увеличивает порчу вот это заговор интересно ключи у нас тоже усиляют заговор жертва это жертва и это складной складная жертва наверно так посмотрим что получится насход нечисто силы офигеть а как так он сразу мне все блин так давай повторяем так ну что ж давайте пробовать по новым и так понятно что надо защищаться порчу так жест вносит нам соответственно это как бы не считается что ли поскольку дополнительные давай так попробуем смотри у нас получится защита 6 умноженное на 2 12 соответственно мы его выдержим убить его только порчи потому что щиты моему никак не пробьем вон уже два уже 85 так что у нас теперь ну нам нужно это естественно нам нужен егор так это егор насколько там уменьшает на 4 соответственно 6 до 6 выдерживаем так увеличиваем порчу ну и ключ как тогда ну ага 4 так отлично выдержали теперь 33 это нам хватит этого а при каждой потере здоровья смотри-ка вот она как отлично и ключ крепкий например да поехали так что у нас получается по идее по идее мы должны его следующим ходом добить вернее порчи должна добить поэтому нам остается что предположим жертву еще раз на всякий случай усилить порчу на него ну и какой-то из ключей так тогда почему хоть не чисто сил это а а а а у май год так а не знаю какой у нас есть и как у нас у нас ничего нету да из этого иначе бы написали складная жертва солнце наносит нам но два его щиты и берем это теперь он уж точно в пекло отправится ну живо помнишь что делать надо так как можно не чистого покойника обезвредить чтоб на тот свет уж точно отправился перебить хребет надо еретнику хребет перебить между третьим и четвертым позвонками молодец вася так и поступим эх будь я поумнее в те годы он бы и сегодня не вернулся ну ничего мы его рано одолели не успел тут на зима горить ну только что корову ну-ка расскажи мне что там с этими весами остались я думала ты мне всех отдал с книгой почти всех оставил немного пригождаются сама видишь и еще пригодятся рейсик украсить про копий говорил у вас посохи одинаковые у него из рога был я забрал да есть грешок только смотри он новый раздобыл это же из рога лосиного это тебе нужно забрать если конечно не боишься его мести да ладно берем посох вы забираете старый боток про копия так ну ладно давай дальше к разделаемся с про копием да уж того и гляди опять подымется пути сила нечистая вы обезвреживаете про копия а бесы помогают закрыть могилу землей теперь на месте старой домовины образовалась воронка похоже и вы видели во время ваших путешествий уж не другие ли нечистые покойники там были похоронены но у так ну что ж мы получили достижение старой знакомой как ты дедушка а как как хорошо все ты про про копию чули да без с ним я его первый раз освету жил теперь мы вместе в пекло его отправили жаль только раньше его не извел как бы мне этот посох то не аукнулся давайте мы с вами посмотрим новые задания у нас это все понятно а мы посмотрим с вами вещички вещички увеличивает оберег на 4 в начале хода на что-то похожее по моему есть начале хода вообще-то по большому счету он мне не нужен можно было ему и оставить этот посох но может быть без него он будет слабее месяца понятно будет но будем надеяться что мы сделали все правильно хотя по большому счету можно было и оставить он мне просто не нужен абсолютно у нас есть раковина чуть-чуть укус но опять же в борьбе с ним в борьбе с ним с этим прокопием вот это вот все не действует так друзья что у нас у нас там а насколько я вижу есть черти не распределенные а но это все те же самые да эти тут еще работают на бессмысленной работе а эти у нас от этих мы как говорится терпим но что делать мы продолжим с вами дальше следующей серии поговорим с дедом егором и наверное отправимся в путь но все это будет уже в следующей серии во всем кто посмотрел это я скажу огромнейшее спасибо всего вам хорошего и пока пока пока